Евразийские власти Евразийские власти Евразийские власти Евразийские власти и стран бесспорно готовятся к тому, чтобы работать в таких условиях. И у нас двойная задача. С одной стороны, важно, чтобы товар был безопасен, с другой стороны, очень важно, чтобы этот механизм работал без задержки, чтобы торговля шла достаточно оперативно. И поэтому сегодня комиссия работает по двум направлениям. С одной стороны, отработать механизм таможенного регулирования, с другой стороны, отработать механизм технического регулирования. Тот механизм, который сегодня выстраивается, он выглядит приблизительно таким образом, что будет сформирован перечень чувствительных товаров, которые должны быть обязательно подтверждены документами о том, что товар безопасен. Это первая часть. И вторая часть. Остальные товары попадают под так называемую сферу уведомительное подтверждение соответствия, то есть электронная площадка, она заявляет о том, что у данного производителя имеются все документы о безопасности, электронная площадка выступает гарантом безопасности этого товара. Вот такой механизм сегодня отрабатывается. Такие проекты документов сегодня находятся в разработке. Мы реализовываем пилотный проект. Этот проект пилотный будет реализовываться до конца 2022 года. На примере игрушек мы выбрали именно такой вид продукции, потому что он очень распространенный и отрабатывается такой механизм. По результатам пилотного проекта будут внесены изменения в договор, будет отдельный раздел, который касается электронной торговли. Ну и приняты целый ряд документов второго уровня. Поэтому мы надеемся, что будем идти в ногу со временем. И развитие электронной торговли мы не сдержим этот процесс, но обеспечим нашего потребителя безопасными товарами. Какая продукция сегодня является наиболее проблемной с точки зрения соответствия техрегламентам Евразийского Союза? Есть ли механизм быстрого и оперативного синхронного реагирования на опасную продукцию во всех странах ЕАЭС? Защита рынка и защита наших потребителей от опасной продукции – это важнейшая задача, которую мы вместе с уполномоченными органами реализовываем. И сегодня эта защита включает два основных элемента. С одной стороны – выдача разрешительных документов, и с другой стороны – надзор на рынке. И сегодня надзор на рынке за техническими регламентами осуществляют в наших странах 27 уполномоченных органов. Эффективность разная, потому что стороны многие приняли целый ряд решений мораторий на надзор. Взаимодействие и эффективность взаимодействия тоже достаточно разные. Поэтому мы сегодня работаем в рамках такого документа, он называется «Рекомендации по взаимодействию надзорных органов» для того, чтобы оперативно реагировать на любые аспекты. Я должен сказать, что надзорные органы многих стран работают достаточно активно. Например, на примере Республики Беларусь в первом полугодии 2021 года было запрещено к реализации 900 видов продукции. Было приостановлено действие около 600 документов об оценке соответствия. И то, что вы спрашиваете, какие виды продукции, во-первых, это пищевая продукция. Она занимает первую строчку по замечаниям и несоответствиям, которые обнаруживаются. Второе место занимает электротехника, бытовые приборы, все, что относится к электротехнике. И третье место занимает, это товары для детей и подростков. И поэтому сегодня надзорные органы работают над тем, чтобы точечно и очень четко ограничить распространение небезопасной продукции. И я пару слов скажу, что подписано соответствующее соглашение о основные принципы надзора на рынке. Это соглашение проходит ратификацию в наших странах. И мы рассчитываем, что после того, как ратификация будет закончена, мы издадим так называемый порядок взаимодействия надзорных органов между собой, порядок взаимодействия надзорных органов со службами по аккредитации. И достигнем желаемого уровня взаимодействия между нашими уполномоченными органами. К соглашению об общей безопасности продукции мы еще вернемся. Как в ЕАЭС решается проблема серой сертификации? Можно ли сказать, что система защиты от небезопасной продукции работает эффективно? Проблема серых сертификатов, она сегодня существует. Она сегодня очень серьезно в странах и на площадке Евразийской комиссии рассматривается. За последние два года проделана очень большая работа по наведению порядка в этой сфере. Очень серьезно ужесточены требования к органам, которые выдают разрешительные документы. Я имею в виду сертификаты, регистрируют декларации. Очень много обсуждаем вопрос, связанный с требованиями к уполномоченным иностранных изготовительных лиц. Вместе с тем, действия, мы всегда говорим о том, что очень большая, основная часть, конечно, наших органов работает достаточно добросовестным. Но есть категория органов по оценке соответствия, которые сегодня имеют отношение к серым сертификатам. Мы так называем документы, которые выданы необоснованно. Такие структуры, которые в сговоре, я бы сказал, даже в сговоре с уполномоченными иностранными изготовителями лицами и с отдельными испытательными лабораториями, сегодня имеют отношение к этой сфере. И я хочу их... Они делятся приблизительно на две категории. Одна из них – это те, которые имеют целый ряд структур под разными названиями, с разными адресами. И они переходят с одной структуры в другую. Я думаю, что органы по аккредитации наших стран должны с ними работать очень жестко, потому что так или иначе они получают аккредитацию в национальных структурах. И вторая категория – это те, которые, используя несовершенство и очень либеральность нашего законодательства национального, наших стран, они просто-напросто вызывающе ведут себя, оформляя огромное количество документов. Бывает, что эксперт за день оформляет несколько серийных, это в основном сертификаты на зарубежную продукцию. С нашей точки зрения эти структуры, они известны, известны национальным органам по аккредитации. И мы видим, что для того, чтобы с ними навести порядок, действительно должны подключиться правоохранительные органы и заставить их работать так, как положено по законодательству. Ну и два слова скажу, что намечена многонаправленная работа в этой части, не просто изменение в договор. Идет пересмотр технических регламентов, идет пересмотр подходов к оценке зарубежной продукции для того, чтобы сделать прозрачно. Мы обсуждаем тему создания реестра иностранных изготовителей, обсуждаем тему создания реестра уполномоченных иностранных изготовителей. И поэтому я думаю, что все действия, которые были намечены, они действительно позволят навести порядок в этой сфере. И мы будем с доверием относиться к тем документам, которые сопровождают нашу продукцию в сфере обращения. А что же изменится после вступления в силу соглашения об общей безопасности продукции? Что изменится для простых граждан, для импортеров, для производителей? Сегодня продукцию условно можно разделить на две части. Есть одна часть продукции, на которую есть технические регламенты. Это большая номенклатура, это 85% взаимопоставляемой продукции. Есть регламенты, есть требования, есть процедуры допуска на рынок. И есть часть продукции, на которую нет технических регламентов и в принципе не намечается. Но эти товары, они рядом с нами. Это часы, это зонты, это очки, это канцелярская принадлежность, это книги, журналы, расчески. Все, что рядом с нами, на них в принципе нет технических регламентов и не намечается разработка. И поэтому это соглашение, оно устанавливает подход следующий. Все товары должны быть безопасны. Производитель должен оценить риски опасности этой продукции. Производитель должен эти все риски обеспечить их минимизацию. И этот производитель должен проинформировать потребителя, сказать, что уважаемый потребитель, этот товар предназначен вот для таких-то целей. И он не может использоваться для других целей. А чтобы безопасно использовать, применяйте такие-то, такие-то правила. Поэтому очень важное соглашение, которое мы ожидаем, оно находится в стадии, тоже оно подписано в 2020 году, находится в стадии внутригосударственных процедур. И о нем можно сказать, что оно важно и для производителей, потому что в нем используется принцип презумпции соответствия. То есть, если я применяю какой-то стандарт и произвожу эту продукцию по стандарту, это является достаточным условием того, что моя продукция является безопасной. Поэтому мы очень заинтересованы в скорейшем внедрении этого документа, этого соглашения. Под него будет сделан соответствующий план мероприятий. И мы рассчитываем, что это еще один шаг по выстраиванию очень прозрачного механизма взаимодействия наших производителей и наших потребителей, для того, чтобы каждый из них знал свои права, свои обязанности. И мы были уверены в той продукции, которая находится на нашем рынке. Спасибо. С нами на связи был Виктор Назаренко, министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии. Продолжение следует...